Открывая совещание, председатель комиссии, губернатор Курганской области Алексей Кокорин указал, что обстановка на дорогах области в текущем году оставалась достаточно стабильной. У нас меньше зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий, всех видов погибших и травмированных в них граждан. В то же время глава региона назвал крайне неудовлетворительную ситуацию с детским дорожным травматизмом. На дорогах области в этом году погибло 6 несовершеннолетних и 138 из них детей травмировано. Значительная доля ДТП совершается по вине нетрезвых водителей. Еще одна распространенная причина аварий – плохое состояние дорог. Областная госавтоинспекция провела комплексное обследование автомобильных дорог, мостов и железнодорожных переездов. По их результатам, лицам, ответственным за эксплуатацию уличной дорожной сети, в безопасном для движения состоянии, выдано свыше 1800 предписаний, что на 41% больше предыдущего года. Для предупреждения ДТП проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий. Особое внимание уделено выявлению пьяных водителей. В ходе их проведения за управлением транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского свидетельствования задержано 610 водителей. Всего с начала года в результате повседневного контроля и надзора пресечено почти 4,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Внедрение систем флота видеофиксации дорожных правонарушений дает положительные результаты. За истекший период текущего года количество ДТП непосредственно на тех участках улиц и дорог, где используется средство автоматической фиксации нарушений ПДД сократилось на 45,8%. Число пострадавших в них лиц уменьшилось на 64,9%. Погибших в этих происшествиях не зарегистрировано. Комплекс реализуемых профилактических мероприятий привел к снижению аварийности на дорогах. Количество ДТП сократилось на 14,7%, число погибших уменьшилось на 27%, раненых на 13%, снизилась аварийность по вине водителей, транспортных средств и пешеходов. Значительно уменьшилось число происшествий по причине управления транспортом в состоянии опьянения. Для предотвращения детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях региона проводятся различные профилактические мероприятия. В акции «Внимание! Дети!» приняли участие свыше 800 образовательных организаций. В этой акции включала себя такая акция беседы, занятия с детьми по правилам безопасности дорожного движения, классные часы, родительские собрания. В Заурале разработан алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Вдоль федеральных автодорог оборудуются трассовые медпункты. Время прибытия бригад скорой помощи при нормативе 20 минут составляет в среднем 14 минут. Это дает свои результаты. Впервые, наверное, мы имеем в этом году за 9 месяцев снижение смертности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель снизился на 29,7%, с 29 до 14,7%. В целом, работа органов власти по снижению аварийности на зауральских автодорогах была оценена положительно. Однако ее нельзя прекращать. Нужно помнить, что человеческая жизнь бесценна, и каждый погибший в ДТП – это горе для чьей-то семьи. Алексей Старзов, Николай Волков, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство Корганру.